Маршрут Внуково Один из крупнейших международных аэропортов в России Ежегодно здесь встречают и провожают Более 150 тысяч рейсов Отечественных и зарубежных авиакомпаний В декабре 2012 года Здесь был введен в эксплуатацию Второй пусковой комплекс терминала А Общей площадью 270 тысяч квадратных метров Что позволило ему войти В пятерку крупнейших аэровокзалов Европы В первую очередь Существенным изменениям подверглась система безопасности К примеру, багаж отныне Прежде чем попасть в самолет Проходит пять уровней проверки Вначале его просвечивают скоростные рентгенотелевизионные установки Затем все содержимое сумок и чемоданов На расстоянии просматривают диспетчеры Третий уровень Это компьютерные томографы Которые определяют наличие в багаже взрывчатых веществ В случае, если они выдали какое-либо подозрение О наличии взрывчатых веществ в багаже Багаж отправляется на четвертый уровень досмотра На четвертом уровне досмотра Багаж уже рассматривается практически на молекулярном уровне И в принципе определяет на 99% наличие Либо отсутствие в багаже взрывчатых веществ Сейчас мы находимся в самом сердце аэропорта Внуково В багажном отделении, где все, что пассажиры намереваются взять с собой в полет Проверяется специальной техникой и людьми Вот это сложная и на первый взгляд запутанная система Похожая на гигантскую ленту транспортера в супермаркете Ноу-хау голландской фирмы Вандерланде Эта конструкция выполняет несколько функций одновременно А руководят всем специальные сканеры Установленные в рамках комплексной программы Обеспечения безопасности населения на транспорте Одни приборы моментально считывают Кодированную информацию из бирок И направляют багаж к нужному рейсу Другие следят, чтобы внутри не было ничего запрещенного От момента сдачи багажа на регистрации До загрузки его на борт в воздушное судно Весь багаж постоянно находится под видеом наблюдения То есть, в принципе, нужно отследить любое место багажа На любой стадии его досмотра Здесь же, в багажном отделении, находится диспетчерский пункт Где круглосуточно дежурят несколько специалистов Которые видят на этих мониторах каждую сумку и чемодан буквально на свой Информация со сканеров поступает в реальном времени Дальше все зависит лишь от реакции диспетчера Если тревога, поднятая техникой, будет подтверждена специалистам Хозяину багажа не забровать Его тут же вызовут сюда В присутствии полицейских заставят открыть багаж И, скорее всего, улететь в этот день ему уже не удастся Чаще, как говорят специалисты Такое случается из-за незнания пассажирам правил пользования авиатранспортом А иногда бывает и так, что содержимое ручной клади Действительно не до конца известно даже ее хозяину Ну, элементарный, да, пример Передавали вам посторонние лица вещи Да, вы говорите Приезжал к другу, друг мне преподнес подарок Но я его не открывал Он упакованный, что там я не знаю Понятно, да? Следуйте в комнату личного досмотра Сотрудникам полиции, сотрудникам создаются на безопасности Далее вам там задаются еще ряд дополнительных вопросов Осматривайтесь вы Осматриваются вас вещи Ольга Мартынова, профайлер Специалист, отвечающий за предполетную безопасность Как правило, в эту профессию идут дипломированные психологи А все остальные специальные навыки прививаются уже в службе авиационной безопасности Задача профайлера еще на первом этапе выявить потенциально опасного пассажира с запрещенным багажом Это могут быть как обычные авиадебоширы, так и террористы Профайлинг начинается на расстоянии Мимика пассажира, его жесты, простые ответы на простые вопросы Все сообщает профайлеру важную информацию Сейчас я подхожу к одному из главных элементов системы авиационной безопасности Пункту предполетного досмотра Как правило, здесь дежурят два человека Специалист по проверке документов Понятно, он проверяет документы И профайлер, который отвечает за то, чтобы к полету не был допущен неадекватный человек Здравствуйте Меня зовут Мартин Ольга Викторовна, специалист в службе авиационной безопасности Для обеспечения авиационной безопасности вам будут заданы дополнительные вопросы Будьте добры, сообщите фамилию, имя, очередь Кучусов, Василий Григорьевич Дата вашего рождения 1984 года Дата выдачи документа Не помню Будьте добры, проследуйте со мной, дополнительный досмотр Вот здесь, по идее, можно ставить жирную точку Поскольку я соврал, я назвал не свою дату рождения Я сказал, что я не помню, когда был выдан мой паспорт И сейчас, по идее, за мной должен прийти сотрудник полиции Который отведет меня в специальную комнату Там разговор будет совсем другой И все это закончится, как минимум, снятием с рейса Выборочный контроль заключается в наблюдении На скрытом-открытом И опросе пассажиров Пассажиру задаются открытые вопросы Закрытые вопросы Которые требуют четких ответов Вот в вашем случае, это дата вашего рождения Естественно, что мы его определяем как специально опасного И сопровождаем дальше дополнительный досмотр Чаще всего особые беседы С тщательным досмотром багажа Приходится проводить не с реальными злодеями А с обычными шутниками Но, по словам специалистов, шутить таким образом Крайне нежелательно Ложная информация о проносе взрывного устройства Во время предполезного досмотра легко может обернуться снятием с рейса Или даже уголовным делом Но даже самая современная техника и специально обученный персонал Всего лишь помогают бороться с преступниками и террористами Остальное зависит от нашей бдительности Это была программа «Безопасный маршрут» И я, Василий Кучушев Увидимся!